Девушки отдыхают Армия. Пустыни на границе Афганистана. 50 тепла. Поднялась температура выше 40. Ангина. В одну из ночей я не мог проснуться. Но увидел нечто интересное. Я увидел себя никем. Пустым местом. Ощупав себя, я понял, что мое сердце не бьется. Я не мог понять, кто я, что было, какое сегодня число и вокруг пустота. Время казалось вечностью. А далее я видел световой столб. Иду к нему и ничего не происходит. Делал, казалось бы, сто шагов. Я не приблизился к нему и на шаг. Потом я увидел какие-то непонятные картинки и услышал типичный голос. Знаете, как в фильме. Ты идешь не туда. И тишина. Шум тишины окутал меня. У меня поднялась паника. Хотя паникой это не назовешь. Что там произошло, не описать словами. В какой-то момент я почувствовал приятные чувства в груди. Как будто что-то приятное подкрадывается и наплывает очень стремительно. Я начал ощущать, что я не стою, а лежу. И будто какая-то сила собирает меня как конструктор в единую деталь. И словно счетчик загрузки. Отчитывают проценты. И вот он приближается к девяносто девяти. Сто. Я никому не рассказывал, что произошло. Это похоже на фантастику. Но скажу одно. После этого моя жизнь кардинально поменялась. Я начал чувствовать боль людей. Как им было тяжело на душе. Я хотел помочь, но я не знал, как все, что я делал, это было лишь каплей в море. Более двух лет я искал выход из ситуации. И я нашел его вдали от дома. За десять тысяч километров. Теперь я полезен людям на сто процентов. Уже около сотни людей я избавил от страданий и их переживаний. Которые, в свою очередь, перекрывали им возможность. И я не намерен скрывать это. Нет. Было это видение или просто сон, не знаю. Но знаю точно. Теперь я на верном пути. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!